Артефакты Древней Америки Ягуар, дракон или машина Культура Кокля, Панама Ягуар, изготовленный из золота, имеет размеры Высота 3 см, длина 11 см, ширина 4,5 см Культура Кокля, найден в Панаме, археологом Алденом Мейсоном 1940 году В настоящее время находится в Музее Пенсильванского университета, штат Филадельфия, США. Это чудо, нереально обойти своим вниманием ни одному искателю древних артефактов, это золотой дракон или ягуар. Он был найден в Некрополе примерно 450 или 900 году до нашей эры, на территории провинции Кокля в Панаме. Некрополь расположен на восточном берегу Рио-Гранди до Кокля и относится учеными к археологической культуре Кокля. Он получил свое имя по фамилии семьи Конта, которой принадлежала эта земля и которая начала здесь раскопки в 1928 году, а закончились в 1940. С тех пор раскопок в сети О'Конта профессиональными археологами больше не проводилось, возможно их отпугнула находка ягуара, он же дракон. Дракон хранится в Пенн-музее. В онлайновом каталоге он описан как золотая подвеска длиной 11 см, которая изображает ягуара. Зеленая вставка из Эмеральда характеризуется каталогом как подушка, а завершение хвоста как неподвижные гребенчатые колеса с подвижной пластиной в виде листка между ними. Отходящие сзади от подушки изогнутые ответвления с треугольными подвесками называются в каталоге декоративными крыльями. Такая трактовка этих ответвлений вызывает, мягко говоря, сомнения. На крылья они совсем не похожи. Скорее, ответвления следует читать как вторую пару задних конечностей, а подвижные треугольные пластинки на них как плавники. В этом случае плавником может быть и треугольная подвеска на хвосте. Следовательно, дракон объединяет в себе животное суши предположительно ягуара, которому принадлежат четыре лапы с когтями и животное море. Ему принадлежат длинный толстый хвост с треугольным плавником и две тонкие ноги также с плавниками. Такие характеристики морского животного более всего соответствуют ихтиозавру. Фигурка определена каталогом музея как подвеска на основании того, что небольшой полый цилиндр, расположенный между передними ногами дракона, расценивается учеными как крепление. В него, видимо, вставлялся шнур или проволока, на котором он и подвешивался, правда, к чему неизвестно. Комментарии каталога следует признать очень сдержанными и осторожными. В них ученые музея приводят лишь описание предмета, стараясь по возможности не высказывать никаких предположений о том, что он изображает. Ведь трактовка этого образа не может не вызывать споры. Учитывая сенсационность данной находки и большой интерес к ней со стороны мирового научного сообщества, музей поместил в своем каталоге целых 11 фотографий, где подвеска заснята со всех сторон. Да интересную находку нашли археологи, а вот описание ввело их в тупик. У ягуара слишком много конечностей, которые ему явно не нужны. Или ласты дракона, которых только три, хотя желательно четыре, плюс хвостовой вертикальный, как у рыбы, если это водный дракон. Вот с хвостом незадачи он исполнен в виде квадратного профиля, который незначительно сужается к окончанию, на животное тело совсем не похож. Вопрос сам собой всплывает, почему у ягуара дракона такие выпученные глаза, явно похожие на рычаги управления машиной. Ну и сидение на ягуаре драконе совсем ни к чему на ягуаре драконе доедешь прямиком к нему в животик. Можно конечно предположить, что изготовитель подвески никогда не видел ягуара или дракона. Хотя конечно нельзя утверждать на сто процентов, что жило в те времена, может ягуар драконы мирно паслись и купались в местных водоемах. Мне лично напомнило на конце хвоста две спаренные зубонарезной инструмент или пилы для разрезания пород. Хвост, выполненный в виде квадратного профиля, который оканчивается раздаточной коробкой, которая передает движение режущему инструменту. Как раз напротив инструмента находятся так называемые плавники, которые похожи скорее на брызговики. Которые предохраняют оператора от осколков, их три-два на каждый инструмент и один защищает редуктор. Выпученный глаз ягуара дракона просто невозможно понять пока не представишь что это рычаги как на джойстике. Седло, скорее всего, представляло из себя, крышку коробки передач этой машины. Тогда мастер все правильно изобразил на этой подвеске, он в золоте воссоздал машину древних цивилизаций. Возможно она была еще рабочей и издавала рычащий звук, вот откуда идет сходство с ягуаром. Тут нет и намека на дракона, просто древняя машина. Какое твое мнение об этой подвеске, что это ягуар, дракон, а может машина. Подписываемся на канал. Спасибо за просмотр.